И о спорте уже завтра. Хоккеисты Алтая проведут домашний матч против основного конкурента в борьбе за единственную путевку в плей-офф. Команда провела одну из заключительных тренировок перед ответственными играми. Подробности у Дмитрия Гладких. Для барнаульских хоккеистов наступает момент истины. В течение двух недель алтайские мастера проведут четыре матча с основным конкурентом в борьбе за шестое место, гарантирующие право выступить в плей-офф первенства высшей хоккейной лиги. Две домашних игры против новочебоксарского «Сокола» станут настоящим испытанием для спортсменов Алтая. На данный момент подопечный Евгения Чернова на шестой позиции в табеле о рангах. В их активе 39 очков. Соперник находится строкой ниже и отстает на 7 баллов. Домашний матч надо брать, игры, выигрывать, две игры. И тогда, я думаю, будет вопрос уже решен, кто выйдет в следующий этап плей-офф. Поэтому у нас только настроены на победы, будем биться до конца и выигрывать оба матча стараться. К сожалению, в этих важных домашних матчах нашей команде не сможет помочь ее главный бомбардир и капитан Алексей Ощепков, который из-за ангины попал на больничную койку. По словам главного тренера Алтая Евгения Чернова, к выездным играм в Новочебоксарске лидер барнаульцев должен быть в строю. Основные надежды тренерский штаб в противостоянии с «Соколом» возлагает на новичка Антона Янина. Своё мастерство вратарь уже успел продемонстрировать в выездных играх в Саратове. В повторной встрече на берегах Волги 23-летний голкипер отстоял на ноль, не позволив сопернику пробить свои ворота. В расположение барнаульского клуба молодой игрок прибыл из красноярского «Сокола» на правах аренды. Наливание в коллектив не составило никакого труда. Ребята все хорошие. Сплоченный, дружный коллектив. У всех одна задача. Выход в плей-офф. И там уже удачно сыграть. Игра 29 января в Барнаульском дворце зрелища спорта начнется в 19.00. Стартовое вбрасывание шайбы в повторном субботнем матче состоится в 17 часов. Дмитрий Гладких, Антон Червяков. Новости.